Check out this epic drop! С адекватно использованными машинами. А так можно и за 4 минуты, за 3, за 5. Кто как ездит. Я вчера в Аркаде прошел за 5 минут. Значит, на карте у нас будет один гараж, который открыт. Одна заправка, один ресоповалк, одна точка погрузки и одна пилорама. Поставил на карту два своих Урала. Плюс из дефолтных 43.20 и 255. Ну что ж, давайте начнем. Вот, можно сказать, мы начали. Вот так вот здесь машины расставлены. Давайте надену все сопутствующие необходимые нам аддоны. Аккоро, фигуро. Так, что нам? Прицеп, роспуск. Я все-таки планирую эту карту пройти. Вот, и, соответственно, ставлю все необходимые аддоны для ее прохождения. Так, а режим-то у меня такой Аркады, блин, не делаю. Ну вот, ребята, если что, ресоповал. Как бы ресоповал он есть. Если что, мало ли, кто-то не увидит. Или так далее, там подобное. Так, еще раз тогда. Ставлю Урал раз. Ставлю Урал два. Ставлю 255. И дефолт. Симулятор. Начать. Так, дубль два. О, заодно солнышко у нас здесь появилось. Так, опора. Опора, опора. Опора для крана. Платформа. Вот там кразик уже. Ну и колесики. И на втором Урале тоже самое. Ой, нифига, а что это у нас здесь с вами? А зачем здесь второй гараж? Ну понятно. Здесь даже дом есть какой-то. Нифига себе. Я что-то до этого его даже не замечал. Хе-хе. Когда вчера обкатывал. Ну да ладно. Как бы делать не в этом. Опора. Так, прицеп-роспуск. Где там прицеп-роспуск? Все, погнали. Погнали проходить карту. Ну, за пять минут в аркаде, ребята, прошел как бы с автоматической погрузкой. Конечно же, я так предполагаю, что... Предполагаю, что в симуляторе это будет несколько дольше. Ну и то не факт. Это что-то будет слышно. Ну, то, что первая работа, как бы, ну, при всем при этом могу сказать, что автор разобрался, как поднимать и опускать грудь. Вот, это как бы основной такой, визуально, так скажем, замеченная, да? В остальном, конечно, карта слабовата. Видимо, пока еще слабовато. Во-первых, слишком маленькая. Ну, я не знаю, 8 на 8, наверное. Ну, это минималка, да, настолько, как-то. Для редактора. Вот. Грязи так таковой на дорогах нет. Хотя я безумно хотелось бы ее видеть. Здесь у нас вот искусственная такая созданная обрамка реки. То есть, чтобы у нас река не вытекала, автор создал какую-то обрамку. Тоже смотрится это несколько нереалистично. Ну, пообщавшись с автором, я так думаю, что в дальнейшем он будет иметь в виду все вот эти косяки. Возьмет на заметку, так скажем, да? И в будущем уже не будет допускать ничего подобного. Достаточно коварно, ребят, брод. Здесь тимп плюс экструдос, поэтому проехать здесь будет не так уж и просто. Козел для погрузки бредом несколько плотно расположен к этой охапке. В принципе, на ход событий особо не влияет, но можно было бы сделать пленочкой и вообще подъехать ему по-человечески. На ход событий особо не влияет, но при спавне длинного бревна оно так маленечко съезжает в сторону. Сейчас я это, в принципе, продемонстрирую, как только подъеду. Ой, воткнулся. Так, ну, почти так, но вот так, да. Надвигаем опоры. Вот, смотрите, участок из-за спавна длинное бревно. Оно упрется в охапку. Видите, и отъехало. Вот, ну, не критично, не смертельно, как бы, но факт. И вот это дерево, знаете, оно тоже, как бы, мешается. Вот как ни крути, но оно мешается. Так, ладно, попробуем загрузиться. Поговорачиваем краба. Стараюсь схватить сразу два бревна. Тут умудряется по четыре бревна. Ой, за по три бревна сразу средний хватает. Я что-то как-то... не рискую так делать, на самом деле. По-моему, больше возни будет, нежели погрузка. Сама по себе будет осуществима. Ну, давай, кладись. Ну, теоретически, по идее, должно покласться. Что тут там творишь-то? Манипулятор, негодяй. Ладно, пускаем они сами упадут. Так, ну что, второе бревно пошло, да? Ой, то есть, третье. Конечно, я стараюсь вот такие вот маленькие карты проходить сразу на обзоре, в принципе. У меня в среднем время обзора составляет на карту. Это, ну, 20 минут, 30 минут, где-то так. Вот, а здесь уж, что-то там, 5 минут, как бы, потратить время. Это совсем неинтересно. Поэтому будем проходить, и проходить это все будем, ребята, в режиме симулятора. Самостоятельная подружка, все дела. Так, один, как говорится, у нас готов к труду и обороне. По такому же методу подъезжаем к разлу. Блин, по такому же методу так же воткнулись в этого козла. Вот, перебор. Надвигаем, разворачиваем, опускаем. Сейчас, рановато я опустил. Вот так. Ой, захват уже задействовал, зачем-то, ну, давай. Горе не беда, как говорится. Так, спавнив ребенышко. Ну, ё-моё, ну, давай, перед этим же проехал. Не хочется, блядь, теперь провазить, как убейся. Вот так. Так, бревно номер раз. Так, отлично. Так, два бревна, можно сказать, мы с вами уже положили. Так, немножко туда, туда. Опускаем. Э, ты чё? Разлегся-то? Ну, пойму. А, всё-таки, смотрите, обычно... Ну, что-то такое. О, опустилось, слава богу. Так, хватаем следующее, и, собственно говоря, едем на пилку. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, чё-то меня тут перекосило. Кошмар. Кошмар. Ой, кошмар, как же... Блин, вообще жесть, ребят, что происходит такая, кем-то... Первый раз я так хорошо, первую машину так хорошо загрузил. А это прям не даётся совсем. Смотрите, все бревна повыпрыгивали. Вообще бредятель какая-то. Я сейчас полдня ещё собирать их буду. О, давайте забыли. Вот так. Оперативненько загрузились. И поехали обратно. Ну, не знаю, насколько будет комфортно мне вообще ехать через этот брод. Всё-таки Тинк, Тинк плюс экструдос, может дать о себе знать. Так, цепляемся опять в лохапку, то есть сцепку. И пытаемся проехать. И пониженная курева. Иначе никак. Вот таким макаром, ребят. Причём второй машины я тоже подготовываю. И проезжается просто очень тяжело. Очень тяжело. Да, возможно, но очень сложно. Так скажем. Здесь косяк с дорогой. Дорога у нас как стенка получилась вертикальная. Так, главное здесь не завалится. Присутствует небольшой крем влево. Да, проходить в Аркаде, ребята, и проходить в симуляторе, это две абсолютно разные вещи, конечно. Что-то вообще не едешь. Господи. Ну всё, можно сказать, приехали. Первую машину разгружаем. О, всё, добрались. Как смотреть, утонул тут же просто. И, соответственно, вторую машину тоже разгружаем. Даже доехать, ребят, не могу. Бесец. Я застрял. Я не могу доехать. Просто тупо не могу доехать. Офигеть. Ни туда, ни сюда. Жесть вообще, конечно. Ну, автор ещё пока что не научился делать, я так понимаю. Отцепить. Не научился ещё пока что делать грязь. И вот он это компенсирует. Тинт плюс экструдус. Такую термоядерную смесь делает. Непроезжабельную буквально. Порожняком-то, конечно, можно проехать, а вот загруженном состоянии несколько проблематично. Тринадцать минут потратил. Обалдеть. Ну, в принципе, ребят, такая вот незамысловатая карта. Простенькая. Ну, тринадцать минут на ней вот я убил. В режиме симулятор. На автомобиле, приближённом к дефолтному. В принципе, на дефолтном Урале вы потратите, наверное, примерно столько же времени. У меня ушло время немножко при погрузке. То бревно выпало. Да ещё что-то. Пятое-то десятое. Это на пилораме застрял. А так, в целом, ребят, могу сказать, что, конечно, да, косяки присутствуют на карте. Например, вот этот вот, да, вот тинт на месте пилорамы. Вообще, как бы, ни о чём. Это, ну, здесь это убить вообще теоретически не должно. Я уж молчу про то, что там сама пилорама висит. Вон там, да, рельсы весят в воздухе. Здесь тоже всё висит в воздухе. Много недоработок, много недочётов. Хотелось бы увидеть что-то более качественное и интересное. Я думаю, автор возьмёт всё это дело на заметку и в дальнейшем будет улучшить более красивые карты. На этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Викарганская 77. Карту скачать вы сможете на сайте InstaMods в моей группе и увидите ссылку под видео. Всем спасибо и всем пока.